всем привет с вами наташа и андрей в этом видео мы будем смотреть сразу два трейлера по одной франшизе по одной игре mortal kombat 1 месяц назад по моему вышел один трейлер и на днях второй и мы решили сразу это все объединить вместе и посмотреть да получается мы уже делали реакцию но как он правильно называется на cinematic трейлер то есть это сделано в графике такой специальный отдельная а тут уже на движке игры ему будут смотреть сразу два это по сути геймплей до игры с момент ставками сюжет ну я уже говорю в прошлом видео лично я знаком с mortal kombat именно с последними тремя частями там начинаю 9 10 11 есть еще более старые я в них не играл так видел только меликом ну и плюс мы с наташей из того что у меня небольшой есть хайп по mortal kombat мы посмотрели два мульта там который месть скорпиона и потом там про турнир в общем если что кому интересно про скорпиона мне больше понравился 2 уже слабее но так чисто на вечер кто там знает или даже не знает ну взглянуть можно да если вы самые плохие мульты сделаны они в таком формате мультов из десятых там дисси да а их те же люди делали создательскую беду даже есть какой-то отсылка это когда вторая часть начиналась там шаги появился так что если вы фанаты подобных мультфильмов и игры то вам вообще на ура зайдет мне кажется да зайдет что мы можем приступать к просмотру да ну тут 18 плюс естественно в трейлере 17 но вообще 18 все приступаем то есть прям в игре вот так вот будет красиво но это вообще мне ну красиво конечно и то чтобы я много видела других частей вот таких вот моментов и в mortal kombat но это выглядит красиво сразу вдвоем честно это вот джонни кейдж который шутник это вообще новое видение что они вдвоем дерутся да такая фишка называется камел в общем-то на одну кнопку нажимаешь и выходит второй персонаж и делает прием будет то есть основные персонажи и еще вот эти камел бойцы получается как бы за двоих играет один человек а может ли два человека за двоих нет вот досмотрим скажу вообще многие жалуются потому что многие хотели на режим 2 на 2 а это режим типа 2 и 1 с половиной то есть понятно понятно и и и и и и или ты секретно поверишь мою трону? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok вот такой первый трейлер я думаю мы можем сразу приходить и потом уже обсудим они еще оба идут по четыре минуты да так здесь видимо с одним персонажем трейлер да нет линьку это линькуэ это в общем клан ниндзя клан да тут скорее всего персонажи из этого ниндзя музыка немножко референс электро какой-то этого персонажа не было 12 лет игровой вариации смог помог Субтитры делал DimaTorzok Ого Что за нанотехнологии Это вот тоже классические персонажи роботы Они были в мульте Мульти были, да Скорпион и Саб-Зиро В этой части они братья Мульти Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотрели? Ну что скажешь? Я в шоке на самом деле Извиняюсь Ну это вот линию они придумали, что двое на двое, но на самом деле один на один Да, да И это прям активно показывалось оба триллера, то есть на этом сделан акцент максимальный Ну еще прикольно мне, что понравилось здесь Тот, кто играет в эту игру, он посмотрит, и он точно поймет, стоит ему покупать или нет, потому что тут прям показано все досконально, что да как будет в игре Не в плане сюжета, а в плане драк скорее Да, но на самом деле многие именно фанаты не очень были довольны тем, что вот этот режим добавился, камео То есть они даже спрашивали, будет ли режим, где там просто один на один И нет, когда разработчики говорят, что это основной режим, то есть на нем завязано все Это всегда надо будет выбирать основного персонажа и дополнительного И вот так играть Ну и многие жалуются, что, как я уже повторил, все хотели именно режим 2 на 2 Последний раз он был вот в девятой части, потом в десятой его не было И в одиннадцатой его тоже не было И когда увидели такое, первый раз думали, что о, наконец вернули, а по факту нет Ну и мне лично нравится тоже картинка, я ничего против не имею Но я и с другими людьми согласен, что моментами... Ну то есть она выполнена круто, но одиннадцатая часть, которая, она выглядит не хуже То есть... Но одиннадцатая часть когда вышла? Ну она, не помню, честно говоря, в восемнадцатый год Ну просто прошло не так много времени Ну это так, все оправдания Ну тоже, да Многие именно жалуются, что вот есть другие конкуренты, вот которые Street Fighter Где все как бы любят там Кэмми, персонажку, блондинку И там многие говорят, что в той игре, например, есть физика даже мышц То есть персонажи дерутся, и у них буквально тело двигается А в Mortal Kombat все как бы статично И ну... Понятно, что все, кто любит Mortal Kombat, они все равно пойдут в Mortal Kombat 1 Потому что... Ну другого выбора просто нет То есть фанаты, кому не понравилось, они сначала поплюются, но потом пойдут То есть так сложилось вот среди таких файтингов Что люди могут играть в разное, но по итогу Mortal Kombat, он один из самых хайповых Ну да И простых Ну да То есть японские файтинги, они более сложные, а Mortal Kombat более простой Но Mortal Kombat это и не японские, это европейские Западные, ну США, да То есть, ну мне лично понравилось и выглядит прикольно И интересно посмотреть на самом деле Вот что они там... Как они переделывают персонажей Потому что тут вот в мультике был Рейден, который бог Грома Он тут не бог Грома, он тут помощник Люкена Это который был его ученик А бог тут Люкен И этот мир, это он переделал мир Это в общем продолжение 11 части Он переделал мир, чтобы закончить там глобальный конфликт И типа он пытался сделать все более мирно, но понятно, что ничего не будет более мирно И уже по трейлеру видно, что все равно Скорпион и Саб-Зиро это будет опять противостояние То есть, они сначала вроде как братья, а потом ему Саб-Зиро говорит, что мы можем добиться большего А Скорпион, видимо, против И в результате все равно будет То есть, конфликт повторяться вновь и вновь Видимо, это неизбежно для персонажей Да, это классика Классика база Я подумала, вот, продолжая тему боев Что тут как бы и минус, и плюс Минус в том, что люди привыкли, я так понимаю, один на один драться И, наверное, первое время это будет непривычно Но плюс, мне кажется, это более усложненная, получается, уже техника То есть, там надо за двоих будет играть И это тоже как бы привлекает Какой-то интерес в этом есть Там, да, за двоих, но это не то, чтобы ты переключился на другого персонажа Там буквально кнопку нажал, и он сделал прием Ну да То есть, потому что, на самом деле, это тоже не новая фишка Я видела подобное, да Есть файтинг, где 2 на 2 уже давно И там второй персонаж, он прям игровой То есть, ты прям переключаешься на него То есть, это слабо не Я просто опять вспомнила Наруто файтинг Но там тоже на фоне стоят те персонажи, которые помогают Но там только реально один раз нажимаешь И они используют технику, и все Да Я вот это вспомнила Ну это да Но они все друг друга что-то берут И поэтому То есть, как бы, есть основной персонаж, а есть дополнительно Да Ну, и самое интересное, что Во-первых, системные требования, они не очень высокие для этой части Но они выходят только на новых консолях На PlayStation 5 Да, Xbox Но при этом они выходят и на Nintendo А на ПК будет? Нет, ну пока-то понятно Это само собой Я имею в виду, что PlayStation 4, например, оно намного сильнее Nintendo по характеристикам Но при этом оно выходит на Nintendo Мне кажется, Nintendo вышла на другой уровень, когда там Видимак появился Нет, да И все, и все начали туда делать Когда, ну там просто очень много людей играет И они выпустим и туда Мне чисто по соображениям, не знаю Интереса Как я Ну, интригует, как это адаптировать для Nintendo То есть, не очень понятно То есть, там графика картошка будет Или что, как они это все сделают, чтобы оно работало Потому что там есть и одиннадцатая часть И там она выглядит, ну, играбельно Но видно, что прям шли на компромиссы Тяжело А тут, да Вот так Ну, может, из-за этого и графика не сильно преуспела после одиннадцатой части А вот многие на это говорят, да Что вот из того, что они Тянет назад Тянет назад Ну, это тоже как оправдание звучит Как оправдание звучит Ну, я не супер там графа дрочер То есть, мне и тут нравится И прикольно выглядит И персонажи стилизованные И, ну, такой более Опять какой-то свежий взгляд Но среди файтингов считают Что вот Mortal Kombat Он самый Не киберспортивный То есть, например Вот Street Fighter или Tekken Они более серьезные Они там как шахматы Не знаю То есть Ты там дерешься Думаешь Mortal Kombat можно считать для новичков Да, он не то, что для новичков Он для именно казуалов То есть, ну, кто не хочет тренироваться по 500 часов Выучивать приемы И они уже в этих частях были Это несложные Вот 90-11 Ну Относительно, ладно А тут была еще новость Что в этой части Они даже сделают режим Для еще более упрощенного Чтобы еще более просто было играть То есть, меня это удивило Потому что мне и раньше казалось Что, в принципе, это просто Относительно То есть, если ты хочешь поиграть Но это тоже такая фишка Сейчас идет в файтинге Чтобы людей извлекать больше Но зато Это для всех Да То есть И какие-нибудь профи Которые играют в разные Попробуют Так нет Вот Это для всех К примеру Кто вообще в этом не шарит Но вот в этом-то и прикол Что игра во многом сломана То есть Баланса в ней нет То есть, есть какой-то персонаж Который метовый Сильный И он там Не знаю Всех побеждает Уже был какой-то, да Бета-тест И не то, что он всех побеждает А то, что можно делать Бесконечное комбо И противник вообще даже Не сможет упасть Ну, это есть какой-то Мега-профессионал Понятно, что не каждый так сможет Но сама такая возможность Что она есть Это значит, что разработчики Ну, как бы Мы больше ориентируемся на фан Отстава Да Вот так вот Ну, такая вот реакция Да Такой трейлер Пишите в комментариях Как вам Два трейлера Да Сразу Два Вот Ну, мне Так вот Визуально понравилось Много Интересных Или наоборот Моментов Над которыми Можно подумать Стоило оно Или нет того А, еще Это из интересного Я хотел рассказать В общем Ну, Mortal Kombat Оно как бы Славится Типа Фаталити Жестокими И В какой-то момент Мне тоже Начало казаться Что они Какие-то Слишком Даже мерзкие То есть Я, например В Mortal Kombat Когда играю Ну, пару раз Фаталити сделаю Чтобы посмотреть Но потом Я их не делаю Ну, просто Бой Заканчиваю И все И вот В конце Вот они Показали Фаталити И я читал И я читал Что у разработчика Спросили Как вы придумываете Фаталити Он такой Ну, мы вот Там Собираемся Коллективный штурм Мозг Мы обдумываем Это все И мы стараемся Сделать так Что было Ну, смешно 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 Ну, я, кстати Ну, я не знаю Как в других играх Но здесь по трейлеру На самом деле Красиво Это сделано Нет, красиво И в предыдущих Играх Когда были трейлеры Там тоже Было сделано Красиво А в игре Это по-другому Смотрелось Нет Оно Да Оно красиво Но иногда Вот Бывает Что прям Ужас Ну, как это вообще Можно было придумать Потом в порядке Кто это придумывал Вообще Ну, не Я не то, что там Какой-то морал фак Но Меня это иногда удивляет И я знаю, что есть люди Которые Вот Им, например, нравится Стилистика Mortal Kombat Сами персонажи Но Они вот Им не нравится Фаталити И они, например Из-за этого Играют другие файтинги Ну, то есть Например, где нет Такой жести Как Стрит-файтер Там еще что-то И Вот Есть такие люди Цензура Но С другой стороны Есть и другие люди Которые им это нравится То есть Я играл Вот в Mortal Kombat 11 В онлайне Ну, и люди Там Я не знаю У них уже куча боев То есть Они уже играют Там Тысячу часов Они там Не знаю Меня Меня кто-то там побил И он сделал Фаталити То есть Он его видел Раз 500 уже Но он его еще раз сделал Ну, ладно Такая вот Фишка А он уже привык Поэтому просто Ну да Смотрит на это Каждый день Каждый час Каждую минуту Вот такое видео Да Можете подписаться Поставить лайк Написать комментарий Нам будет приятно Да Думаю Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok